57 минут уже 17 57 мы еще не миллиардеры слушая хочу хочу сказать предупредить себя ну во первых не должно быть в этом ролике не реклама алкоголя и курения во вторых народ очень на электролизованный сейчас я был известный инвестиционный аналитик легенда рынка александр разуваев и на 13 минут интервью он сказал такую фразу если деньги на счету сбербанке ничего не случится вот так вот почему и вонок закаливали вам какое дело сгорят деньги разуваева сбербанке не сгорят ну вот в чего так это обостряется то я не могу понять это его частное мнение что ничего не случится а вы скажете а случится и все не надо на него это выливать тазики с дерьмецом то чтобы ты сейчас не сказал белое равно белый черный черный все равно тебя по валютке фирм ну имейте ввиду такая преамбула вот поэтому у нас сейчас выступают закаленные люди которые плюют на это на это все на такие вещи они уже с броней как у динозавра обросли броней давай начнем поговорим седание цв и какие сигналы получили инвесторы от этого заседания поставки слушай я вот так бы сказал можно там процитировать да или что-то такое я выбрал маленечко другой подход резюмирующий а резюмирующий подход то есть я что сделал я посмотрел просто на таблицу офз и увидел что длина стала торговаться еще ниже кировку вот вот это и есть кумулятивный сигнал дальше я тебя просто спрашиваю что делать потому что ну по уму надо как бы длину купить вот она у меня правда есть по идее и надо еще купить но есть она у меня примерно суммарно там по я начинал конечно выше покупать да но по этим по этим доходностям тоже она есть то есть надо ли еще добавится тут же я думаю что ну по крайней мере теоретически это оправданно если не брать по таким доходностям то либо ну понятно что на какой-то шпильки вниз там обязательно надо добирать теоретически опять же да и если этого не делать не добирать на шпильках и не покупать вот здесь в долгую например там 238 или 243 там на горизонты десятилетней дюрации то собственно говоря тогда вообще тогда и рублевого ничего держать не надо потому что это доходности существенно превышающие накопленные инфляции за двадцатилетие раз двух тысяч по двадцатый год вот то есть это уровень действительно хороший вот соответственно а дальше уже просто вопрос ну вообще что мы что будет с деньгами он сразу же как только смотришь немножечко ширина то вспоминая как мы вообще в этот крис приходили вспоминая что люди писали про госпроблемы государственных долгов девятом году в десятом году европейцы до что потом происходило там с греции тогда это дали что сейчас говорят не мы с тобой до руководители топовых банков американских про американский госдолб когда ли вообще думаешь надо ли быть я тебя поэтому но мы продолжаем все равно какую-то то есть у меня ничего не поменялось до исходя из заседания цб кроме того что ну в целом то видят что эффект есть есть подвижка на полгода даже куда-то в сторону она ни о чем то же самое фрс да все были декабре уверены что начнут уже вот 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 сейчас уверены что начнут собственно раз тем же самым лагом что все равно вот 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 начнут да только теперь это приходится на лето ну и здесь то же самое вопрос просто дальше вообще в облигациях ты или в акциях очевидно что сохраняет продолжает сохраняться интересный что интересный у тебя звук отлетает только должен был пойти inside и тут же кукол кукловод кнопочку нажал и у александрова звук провалился в никуда вот так вот как мы с труда с трудом добиваемся до истины с трудом да коллеги коллеги да видите как это вот сап вытеснил зум из эфира прошу прощения да это подрежешь да ты подрежешь это даже оживляю а я могу рекламу поставить я я как бы возьму и там на это черно окно реклама тинькова еще деньги с них возьму нормально нормально вот поэтому поэтому вот идеи собственно такие да флотер интересен на ну у меня остаются флотер еще и все-таки увеличиваю немножко вот самую-самую длину опять же просто потому что я пытаюсь верить что все таки долгу и система тоже никуда не денется финансово но сам знаешь да у меня облигации мало у меня в основной это золото замещайки и облигации сегмента мсп вот акций мало длинных фиксов тоже мало поскольку нас уже пытались за эфиры вытеснить бачком скажу что рекламную паузу что александр у нас выступает и на моем замечательно платном канале ссылочка в описании вы сейчас увидите эту ссылочку потому что там такая концепция не только верников выступает но и такой интегратор где все выступают и даже стекается информация их платников и все это за смешную сумму за очень смешную умеренную сумму вот такая хорошая реклама классная правильно супер вот девушка с любовь спросила что ты думаешь по правду новотека все то же самое что я и раньше думал борьба за энергорынки никуда не денется поэтому надо чтобы они все могли делать сами либо совершенно в безопасных юрисдикциях заказывать даже если они сделают арктический каскад полностью да но у них не будет необходимого количества танкеров будут проблемы с маржинальностью с темпами роста и так далее поэтому в целом настроение по компании очень хорошие да они делают что могут пытаются вот но риски то мы видели да поэтому у меня нет новотека вот что я думаю ну ладно нет так нет а вот прокомментируй пожалуйста вот эту вот новость что расходы бюджета феврале резко ускорились и как это повлияет на инфляцию само по себе напрямую то никак может не повлиять потому что мы не знаем статей расходов бюджета насколько это будет устойчиво неустойчиво причем они больше и февраля прошлого года да когда в начале года тоже был импульс бюджет не сильно ну вот поэтому плюс мы не знаем какие будут следующие две недели на то есть грубо говоря ориентироваться по двух недельным понедельным данным таких вещах как инфляция да там очень длинные эффекты можешь напрямую это никак не повлиять понятно что инфляция на мой взгляд не должна замедляться просто сильно глубоко без падения спроса в нашей реальности сейчас учитывая что нигде не транспорт не дешевеет они вновь возводимы торговые барьеры снижению цен не способствует и скорости товарооборота не способствует поэтому глобальная инфляция не должна снижаться если мы все равно держимся на импорте держимся за импорт по многим позициям потребительства которые нас заполняют раз корзину то с чего она должна дешеветь у нас дам даже мы просто будем мы просто будем чтобы мы не делали у себя со ставкой мы будем импортировать инфляцию мы не можем занимаясь импортом активно иметь инфляцию ниже чем там хотя вот в весах до в развесу поэтому если она там высокая то здесь почему и быть ниже а там мы тоже видим что она где-то разгоняется где-то не падает просто да поэтому если еще девальвационные риски на это наложить короче говоря я бы именно исходя из этого я не закладываю быстрого снижения ставки потому что вряд ли возможно быстрое снижение инфляции ну и вот как бы и наверное и всего и все по бюджетному импульсу можно делать выводы но просто они должны быть некие с неким лагом когда мы будем понимать куда основное движение это идет и структура на потому что там очень небольшая часть может доходить до ну условно говоря до до зарплат понимаем да конечно хорошо ты сказал что значительно часть своих сбережений держишь в золоте а вот скажи пожалуйста если какие-то варианты что вот это вот глд руб или вим золото нам возьмут и не дадут ну варианты всегда есть понять мы ну какие риски мы рассматриваем всегда риски могут быть самые разные в ситуации я и скажу еще из того что объемы этих фондов настолько большие если сравнивать их с размерами активов банков которые их имитируют и которые в общем репетиционно за них отвечают поэтому говорить скажи извините тут у нас вот там что-то тем более что это формально это не свопы это не реплика это ничего да это золото нет секундочку мы говорим не о банке она над банком что допустим случится какие-то трудности по формированию бюджета двадцать шестого года и скажут а посекрестили нам вот там то и дело то есть это должна быть ситуация когда уже ну прямо совсем то есть если говорить там там в тбг да и ну который голд или там sbgd это одно да если мы говорим о глд руб я там центральный контрагент как бы вообще вот они это все там учитывается единый лимит хоть ну то есть что это что-то должно случиться ну теоретически может быть может быть ну вопрос может быть так такое что биржу закроют и больше никогда не откроют но там когда в семнадцатом году и в каком восемнадцатом но было такое было да после этого еще торговали акциями облигациями бумажными вне биржой то есть ну такой сценарий можно рассмотреть ну можно давай степана позовем димуру да он рассмотрит его в деталях и обосновит что это уже прям точно должно быть за твои деньги поэтому ты как денежки запашляй он будет выступать твои деньги вот мы с вами бесплатно я вот я бесплатно может быть может быть от него какая защита ну финансовой точки зрения физическое золото вот там к роману ездил да и в том же сберии втб можно купить и там где-то держать можно у них держать в ячейке с объявленной ценностью да и с сохранением и так далее верну то есть страхованием хранимого имущества разные можно применять методы то есть все зависит от того какие риски мы хотим за хеджировать если мы хотим вообще а таз какой-то за хеджировать сумасшедший тогда это надо еще и географический риск учитывать вот вас вот вы хотите за хеджировать вот вы должны тогда хеджировать вообще находясь в другом месте понимаете поэтому ты мне так правильно сказал что есть замечательный криптофонд до 4 фонда вложение в золото это не я про 4 фон я тему когда-то про два рассказывать что в принципе такие есть когда мы что-то стейблкойны с тобой обсуждали а есть такие да но опять же да они сегодня есть завтра нет стейблкойны тоже руха рушились тех которые в общем народ как бы верил да некоторые потом подкорректировались восстанавливались а некоторые вот и все поэтому там то еще меньше я думаю прозрачности хотя хотя на самом деле формально там прозрачности или и регуляторики аудита вроде бы как даже хватает не дальше избытком но мы уже видали как такие вот аудируемые и прозрачные понятные мега надежные и транснациональные тоже их нет другие непрозрачные непонятные до сих пор работают и все хорошо то есть коллеги мы пытаем не надо пытаться вот ситуации совершенно можно сказать . бифуркации сингулярность всякая вот это вот но не надо пытаться применять механику там теории управления портфелем или оценки рыночной стоимости развитые на основе 50 60 70 90 до применять потому что сейчас происходит если если это применять можно применить но тогда широченная диверсификация нужно вот пока надо брать риски вот верхнего уровня когда берешь в риски верхний уровень забываешь о доходности сразу да и должен рассматривать игру там географическая диверсификация будет занимать одно из важнейших мест пока этого нет все остальное это называется уже будет выкруживание вот внутри одного актива по сути давайте мы там разобьем просто отдельно внутри одного сектора да будем будем делать диверсикацию ну а если на все этот сектор ввели новое регулирование или какая-то там без рапти в технологии его просто уничтожает ну и все вот тут в одинцово в одинцово там кладовые помещения стоят то там 600 700 тысяч ну разные да представляешь что мы покупаем кодовое помещение кладем туда упаковки продуктов там лапшу быстро ну все что там нужно соль сухой спирт там и все прочее а потом через гос открываем и оказывается что стрельнуло дефиците то что мы даже не можем предполагать там какое-нибудь масло подсолнечное вот это вот то что нужно было как же мы не заполнили эту кладовую только маслом подсолнечным надо было покупать уток да да вот такой мы сейчас ситуации что вынуждены покупать и то и все а нам говорят а вот а вот вот есть недостатки там у акции ну я еще давайте вообще не будем чоп купать тогда сядем и все это у всего есть недостатки и в ситуации когда реализу когда статистически говоря у вас даже при том что она не гауссовская но пускай будет квази нормальное распределение до начинают играть хвосты боковые толстые тяжелые хвосты вы должны ориентироваться вот на все это тоже поэтому широкий набор активов вы не знаете что сработает фактически ну грубо говоря вероятностью с вероятностью 50 на 50 да может случиться что а можно в юане замещайку купить можно это будет хеджировать от девальвации но от девальвации рубля будет а если на тайване начнется вот то чем все время надо грозить ну так тогда тогда наоборот у вас это рубль может подорожает по отношению к юаню ну я думаю что он в моменте подорожает вот то есть надо понимать что от чем мы хеджируем а может случиться такое что техас начнет там что кто-то решит по жесткому с техасом разобраться и начнется там не весь что что будет вот этот самый хороший вопрос не непонятный кстати потому что в моменте доллар может все равно как раз укрепиться всем будет нужен доллар все будут продавая активы в моменте формироваться просто на доллар это ситуация только с такой глобальной резервной валюты возможно но тем не менее вот то есть ну я думал ты скажешь а возможно что техас станет республикой новой россии я думал так поворот будет поставлен не знаю это даже пока я не знаю надо лет хеджировать и это уже настолько далек далеки от фондового рынка будет сценарий сейчас до от нынешнего фондового рынка что пока оставим пока не будем да как люди говорят приходят с каналов там ну всяких каналов там экономиста милова там и как он чё и говорит ну все рубль держит до выбора после выборов рубль рухнет ну всегда кто-то может быть я не вижу просто я не вижу что его как-то особо там держат казалось бы ну надо было держать он был все таки ниже 90 метров во-первых во вторых мы все как-то оперируем я думаю что вообще все вот этими терминах кажется потому что точно посчитать никто ничего не понимает и исходя вот из общения про по прошлому году до по динамике рубля не в двадцать втором не двадцать третьем ли это да я задним числом пытался получить объяснение у людей которые в банках разных работают макроэкономистов то есть ну получить сумма сумма непротиворечивых объяснений которые еще друг другом бились я участвовал скажу я не получил его люди по-разному объясняли совершенно разные но если разными путями объясняли люди которые вроде бы в теме они должны были быть в теме то что ну грубо рядом кто-то потоками следит кто-то общается очень плотно объяснение давались разные вот они могли друг другу не противоречить но но каждый год вот это главное но елки-палки как-то странно поэтому на самом деле думаешь никто ничего толком не видит не знает не понимает как чего будет как сыграет плюс много очень таких вещей вот но типа что там с банками происходит создал а и отказывается турция отказывается китай отказывается ну что все они у нас ничего тоже покупать не будут что то есть очень сложно фильтровать нельзя вот пользоваться информационными потоками которые мы привыкли использовать потому что они не несут себе полной картины вообще несу из них даже нельзя ее суммировать есть там просто нету очень большого блока который нужен раньше это было нормально потому что этот блок никогда не писали но он просто работал знаете как вот ну как бухгалтерия потом от 1 бухгалтерия типа перестала нормально работать но все равно как-то работает а мы попытаемся вот просто другие департаменты пытаются узнать что же друг с другом общаясь что же там происходит в бухгалтерии никогда не узнает тоже даже терминами не владеют и вообще практики не имеют то же самое здесь поэтому может быть что рух может быть но а зачем ему рухнуть вот смысл рухнуть ему какой зачем тогда сейчас делать бюджетные вливания большие проще тогда их было сделать на рухнуть рубля потом то есть а то что нужно финансировать там плази валютами знаешь обойдемся без критики Артем Сергеевич но сказал историческую вещь что рубль будет ну я так точно примерно скажу ходить вокруг 90 еще 5-7 лет я думаю какая уверенность не но это супер дай бог конечно им обоим собственно говоря я был бы очень рад наверное потому что ну просто за стабильность да я думаю что мы все уже наверное по всему миру уже за стабильность просто если смотреть прогнозы разные на самом деле посмотришь там от мвф до крупных наших инвест банков да все вот тоже говорят легкая девальвация туда легкой сюда причем там с отклонениями буквально там 5-10 процентов максимум вот и собственно тоже ну вообще по классике да моделирование исторично не исторических а экономических каких-то показателей кроме кроме ввп да и то а уж когда речь идет о курсах оценок то там в принципе это текущее значение плюс-минус некие некие вариативные компоненты которые можно как-то там прогнозировать но все равно будет плюс-минус вот это поэтому вот в нынешний фишка в чем это правильные прогнозы сюда вот в нынешних реалиях сохраняющихся а ну заведомо я думаю что в декабре этого года они будут совершенно другие теряли вот потому что либо будет новый карт-бланш так сказать новые новый мандат у старых людей в большинстве стран выборов сколько одних вот в этом году а либо будут новые мандаты у новых групп да и они могут со старыми разбираться тоже поэтому тут очень много всего еще будет то что поменяется все я вот уверен что поменяется я не знаю будет ли курс здесь же я бы скорее ставил может быть знаешь на на обратное на то что может он через пять лет и будет здесь а вот сейчас я бы скорее покупал бабочку то есть вставил на резкие отклонения декабрьский вот ну понимает а кто-то опционами занимается прежде не не является индивидуальной сон рекомендации ни в коем случае но я бы ставил наоборот на том что рубль будет вот не здесь то есть может быть он будет 80 а может он будет там 105 вот как-то так нет в принципе я думаю что это уже недорогая ставка сейчас будет поэтому но точно вот исходить можно посчитать примерно там какие какие какая динамика торгового баланса будет да какая динамика капитального счета но я не думаю что это все имеет сейчас какой-то смысл нет это имеет смысл это надо делать естественно да и и в целом понимать что ну да при сохранении нынешних тенденций все нормально вот для чего это нужно или не нормально но при сохранении нынешних тенденций все нормально я ее просто считаю что тенденции нынешние не сохраняться год я понял сам я что хочу сказать размещение которые были сейчас astra diasoft там позитива до этого да это как-то к этому сектору внимание привлекло ну как-то я смотрю все очень не было запроса меня вот на по софт-лайну например сейчас спрашивают что со софт-лайна как ты к этим акциям относишься слушай к акциям или комитентам потому что эмитентом этого сектора эмитентом этого сектора эмитентом комитентом хорошо я не знаю ну понятно что там наверное сосредоточен наиболее безопасно прогнозируемый высокий темп роста а силу того что компетенции очень хорошие есть ниша заведомо свободное спрос заведомо будет акции ну вот я просто не знаю как оценивать там 15 биды там 10 биды 8 12 ну понятно что можно оценить там 8 биды это нормально да 11 биды ну в принципе ну не сильно перегрето вот дальше упирается там в темпы в темпы роста до правильной оценки просто если это это и беда например да хотя можно больше метрик естественно там и специфических еще привести но я участвовал сам например и в диасофте у меня чуть-чуть осталось что-то там одно я продал по моему на планке первого дня мне вот не нравится механика до сама то что продается с гигантским переспрос уже считаю что не кратная а на порядок переподписка да вот аллокация один процент это ненормально что я имею ввиду продаваться дороже на это как бы не тишина до привлекать больший объем денег тоже не давать институционалом нельзя то есть но что делать не очень понятно в принципе да можно привлекать больше но им в моменте например не нужно если мне нужно я не очень зачем вообще нужны были деньги вот ну конкретно почему нужно было привлечь нам 4 миллиарда рублей вот и зачем при таких темпах роста привлекать через айпио если прибыльный нормальный да они размещать облигации тоже вопрос да то есть вот ну такие есть вещи как потому что по уму надо увеличивать конечно размер размещения и мы с тобой ну подозреваем я на кончиках пальцев как так вот чувствую что по мере увеличения объема предложения да и небольшого увеличение цены спрос будет падать не линейно просто точно так же на порядок да и будет переподписка там три раза и нормально всем аллокацию там 30 процентов дали всем аллокацию и все счастливы да потому что у кого-то есть возможность брать маржу кто-то вынужден там морозить неделю на в принципе надо бы вот у меня ощущает как бы было более справедливо интересно для рынка что кто раньше поставился тому больше наливаю да то есть вот и ты стимулирование такого от инвесторского спроса до не спекульского моменте вот это тоже не всегда решит задачу вот но немножко может так сказать улучшить вот а в целом ну просто это не к тому что это не в упрек да потому что на самом деле слава богу что вообще вот у нас этот рынок сейчас вот так вот он оживл понимаешь должно было вот такое вот произойти чтобы наконец начали малые компании выходить на рынок да вот там уж сколько висел там лист ожиданий что эти должны выйти эти должны и никто не выходил все что-то ждали лучшего момента и наконец-то совершенно те компании от которых не ждали которых там не очень хотели видеть и вот они выходят и находят спрос и очень большой спрос со стороны частных инвесторов как этом осознанность как раз и спекулятивный но осознанность а вот тебе дали сейчас денежку какую-нибудь сказали вот инвестируй вот вот не можешь инвестировать заинвестируй ты вот куда денежку положил вот мне просто интересно в позитив или в астру а то есть или или да или только-только две компании есть на рынке позитив и астра вот позитив и такие темпы роста помощь от 8 процентов что планируются какие-то гигантские куда слушай не знаю я я не специалист пойти поэтому вот я тебе могу сказать куда бы я но я не знаю я бы наверно в позитив но это не ни о чем и просто интересно ну вот игру я бы наверно в позитив но у меня может быть совершенно неправильные искажения об их текущем бизнесе и планах на на даже на ближайшие года три поэтому нет я тут это вообще я даже советую у меня в портфеле то их есть вот он буквально вот гулькин нос и просто до просто для того чтобы были потому что сектор общий это вот июна сектор да хотя софтлайна у меня там нет ну вот у меня диасов теперь там есть и у них дольт примерно одинаковые по сути все это как раз говорит о том что я не в этом же тоже есть определенная логика как вот крупные фонды действуют которые еще имеют возможность на вне бирже на при пио брать они просто покупают вот они видят отрасль там ритейл будет будет расти это не просто покупают выделяют аллокацию там 15 процентов от портфеля на сектор и добирают там на вне бирже любое кто вырастает немножко там выше определенного уровня они заходят туда и все им не важно кто кто будет в итоге лидером кто консолидирует сектор потому что как бы потери одной будут прибылью другой а у них обе внутри знаете поэтому главное главное чтобы сектор рос здесь вот на сектор у меня взгляд благоприятный опять же не потому что я в нем разбираюсь а из-за вот макро ситуации сложившись понятно ну все мы обсудили только спасать не скажи в конце года рынок акции быть выше или ниже вот просто индекс самого бы выше или ниже да я верю что выше хорошо спасибо